Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается несложная головоломка интересной формы. Называется «Магическая колонна», «Странный октаэдр», «Утконос». Оригинальное же название было «Платипус», что в переводе значит «утконос». Когда-то давно была придумана такая головоломка, недавно ее запустили серийно. Эта базовая модель собирается налегко. Рекомендую и вначале попробуйте это сделать самостоятельно. Если уж что-то не получится, то вернуться к этому видео. На базе оригинального утконоса сделано еще несколько версий. Они будут собираться дольше и сложнее, но про них мы поговорим отдельно. Внутри этой затейливой формы есть крестовина октаэдра, что позволяет вращаться таким образом и вот таким. Есть 8 центров, 4 вот таких треугольных и 4 вот таких вот, тоже похожих на треугольники, но гораздо крупнее. Если повернуть элементы, то зеленый такой треугольный элемент – это центр. И вот это тоже центр. Вот это вращение грани октаэдра, как и вот это. Центры закреплены на крестовине и могут только поворачиваться. Перемещаются только вот эти элементы двухцветные. Их и нужно собрать. Здесь таких 4 цилиндра, на каждом по 3 двухцветных деталей. Значит, для сборки нужно всего 12 штук поставить на свои места. При перемешивании громкоформа не теряет, но становится более веселой расцветки. Здесь сложно сильно перемешать, но я покажу все возможные ситуации. Сборка интуитивная и не потребуется никаких алгоритмов. Давайте начнем вот с такого белого центра. Вокруг него нужно поставить три двухцветных детали. Белая и синяя уже есть. Вот так она не совпадает по цвету с другим центром. А так будет совпадать. Рядом с ней нужно поставить еще две детальки с белым цветом. Просто поищем их. Вот одна. Нужно поставить ее либо сюда, либо сюда. поскольку она бело-зеленая, то ее, наверное, лучше сюда поставить. Давайте попробуем переместить поближе. Повернем вот так. Нам нужно к такому зеленому центру. И вот двумя движениями переместили к нему. Дальше можно просто повернуть. Вот у нас бело-синий на месте элемент и бело-зеленый. Осталось бело-красный. Попробуем его найти. Вот он. Если будем перемещать вот так, то сломаем то, что уже есть. Чуть позже этим займемся. А пока переместим сюда, подведем поближе к красному центру и совместим с ним. Ну и теперь можно поставить на свое место между белым и красным центрами. И вот у нас первый цилиндр уже готов. Осталось собрать три. Можно начинать с любого цвета. Белый взят только для примера. Также для примера соберем второй цилиндр фиолетовый. Вот фиолетовый. Здесь один элемент уже двухцветный есть. Фиолетово-желтый. Ну поставим его сразу куда нужно. Вот так он совпадает везде по цвету. Нужно еще два фиолетовых. Располагаем вот этот белый цилиндр где-нибудь сбоку, чтобы случайно не сломать перед движениями. И ищем остальные элементы. Вот фиолетово-зеленый. Его нужно поставить вот сюда. Если мы переместим к зеленому центру, то белый будет ломаться. Пока обойдемся без этого. Давайте попробуем через желтый центр, этот фиолетово-зеленый, поставить на свое место. Где оно кстати? Здесь место фиолетово-красного элемента. Здесь фиолетово-зеленого. Значит подведем его вот сюда, к желтому центру. И зелено-фиолетовый сюда поставим. Вроде стоит рядом с фиолетово-желтым, как и должен. Чтобы убедиться, вернем это движение. Желтый на месте, зеленый на месте. То есть мы по сути подвели сюда место, где нужно элементу стоять и поставили туда элемент. Поступим также и с фиолетово-красным. Найдем его. Вот он где-то. Передвинем поближе. Вот мы тут что-то собирали. И тут что-то собирали. В любом случае, если будем либо так перемещать, либо отсюда, то мы будем что-то ломать. Но с этим тоже можно жить. Просто придется делать дополнительные движения. Допустим, отсюда фиолетово-красный поставим сначала вот сюда. Тогда вот этот белый-синий сойдет с места. Подведем. Поставили. Отведем в сторону. И первое движение вернем, чтобы восстановить бело-синий элемент. Он как раз вот здесь. В итоге здесь все цело. А красно-фиолетовый подвели сюда. Так. Куда его нужно поставить? Нужно сюда. Если мы здесь попробуем сделать так же, поставим сразу на нужное место. Но отводить в сторону у нас, конечно, получится. Но тогда при возвратном движении мы сломаем уже собранное. Вот этот фиолетово-желтый уйдет с места. Поэтому так, наверное, поступать не стоит. Отменим движение. Как же сделать так, чтобы сохранить вот это, но поставить фиолетовый сюда? Можем просто пока вот этот фиолетово-красный отодвинуть в сторонку, но место его пододвинуть сюда. Вот таким движением. Тогда фиолетово-красный вставляем на свое место и возвращаем его к фиолетовому центру. Проверяем. Все цвета совпадают. В итоге у нас фиолетовый и белый цилиндры готовы. Два есть. Осталось еще два. Тут придется делать уже аккуратнее возвратные движения. Остались у нас серый цвет и оранжевый. Оба почти собраны. Из двух почти собранных выберем тот, который собран лучше. У оранжевого два оранжевых элемента есть. Один по цвету совпадает, а второй нет. У серого тоже два элемента есть. Но здесь и красный совпадает, и синий. Они могли быть сдвинуты. И казалось бы, что ни один не совпадает. Но если совместить хотя бы один, то второй тоже по цвету совпадет. Если у вас есть такая вот ситуация, то проще всего сюда доставить третий. Для этого место, где должен стоять третий серый, мы отправим к оранжевому центру. И на него нужно серый элемент поставить. Если мы сделаем это сразу, вот так, то серый элемент уйдет на фиолетовый центр. А значит, перед этим движением его нужно отвести в сторонку. Теперь место серого подводим сюда. Вставляем сюда элемент. И возвращаем. Здесь все цвета в нужном порядке. Здесь кажется, что нет. Но достаточно довернуть, и все совпадет. Если вы правильно собрали цвета на третьем цилиндре, то на четвертом они совпадут автоматически. Потребуется разве что доворот. Переставлять их не придется. Но, возможно, такая ситуация. Если вы не обратили изначально внимание на цвета, собрали и серый цилиндр, и оранжевый. Но боковые цвета не совпадают. Вот зеленый на месте, синий, желтый нет. Здесь красный не на месте, синий на месте, желтый не на месте. В этом случае не стоит переживать. Надо просто по цветам собрать один из цилиндров. Второй соберется автоматически. Переставим элементы на сером. Надо вот эти поменять местами. Для этого мы сначала один серый отправим на оранжевый цилиндр. Вместо него взяв оранжевый. И теперь на вот это место его же и вернем. Подвернем место. Управляем его на оранжевый цилиндр. Здесь заменяем на другой серый. И возвращаем. Теперь у нас синий и красный должны встать на свои места. Становится. Ну а на это место, оставшийся серый, станет точно по цвету. После того, как собран третий цилиндр, четвертый собирается автоматически. И весь утконос собран. Покажу еще вот такой вот случай. Редкий достаточно. Из которого появятся и остальные возможные ситуации. Вокруг серого центра только оранжевые элементы. Вокруг оранжевого только серые. Ну а первые два цилиндра собраны. Опять не важно, какой цилиндр собирать, серый или оранжевый, они сейчас равнозначны. Главное, нужно переместить серые двухцветные к серому центру. Либо оранжевые к оранжевому. Давайте собирать серый. Первый элемент можно поставить в любое место. Берем серый, отправляем к серому центру. Тут заменяем его на оранжевый и возвращаем. Видим, один есть. Дальше. Можем поставить его на место и посмотреть, какой нужен следующий. Ну вот сюда нужен синий. Мы можем, к примеру, вот как раз синий. И поставить его можно отсюда вот слева. Если бы его тут не было, к примеру, так, мы бы спокойно его сюда подвернули. Подворачиваем. Ставим на свое место. Заменяем на оранжевый. И отменяем первое движение. В итоге у нас уже два элемента должны стоять на местах. Проверим. Желтый, синий. Осталось вот сюда поставить серо-красный. Ну, поскольку мы вращать можем либо желтую сторону, либо синюю, нужно вот этот оранжевый элемент немного повернуть. Вот сюда нужно поставить оставшийся серый элемент. Подводим его к оранжевому центру. Вставляем в это место серый элемент. И возвращаем. Здесь остается довернуть. Серый цилиндр собран. Здесь он тоже остается довернуть. Это, наверное, самая сложная ситуация из возможных. Покажу пример сборки для закрепления. Опять начнем с белого цилиндра. Вот он белый. Поставим сюда первый попавшийся. Это бело-красный. Ну, совместим со своим цветом. Поищем еще. Вот бело-синий. Его легко можно подвернуть сразу к своему второму центру. И совместить с белым. Дальше нужен бело-зеленый. Ну, история такая же. Подводим к зеленому. Совмещаем с белым. Первый цилиндр готов. Дальше давайте опять фиолетовый. Вот возле него уже два стоят на местах. Ну, тогда это скучно. Давайте другой. Оранжевый. Возле него нет никого. Ну, хотя разумнее выбирать тот цвет, где уже что-то собрано. Если хотите собирать быстрее. Так. Вот оранжевый. Совмещаем. Хорошо. Вот еще оранжевый. Его нужно поставить вот сюда. Тогда мы можем место подвернуть. Белый здесь мы не задеваем. Спокойно поставить. После чего отвернуть обратно. Желтый, синий есть. Нужно еще зеленый. Вот оранжевый. К желтому центру подведем. И поставим на свое место. Вот сюда. Белый при этом мы не задеваем. Так. Белый есть. Оранжевый есть. Ну, осталось собрать остальные. Серый. Здесь есть один на месте стоящий. Давайте поставим вот сюда. Серо-красный. То, что серо-синий не на своем месте. Серо-красный здесь. Ставим. Заменяем. На другой. Возвращаем. Если у нас два серых на месте стоят, то и третий тоже станет на свое место. Проверяем. Желтый, синий. Красный. Серый на месте. Ну, и фиолетовый, значит, тоже на месте. Все собрано. Форма интересная. Головоломка не сложная. Подходит всем. Даже тем, кто впервые взял головоломку в руки. Ну, если вы умеете собирать кубик рубика, вам будет, конечно, проще. На более сложной модели тоже будут обучающие видео. Тренируйтесь. И все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.